потратил два дня своего времени, чтобы найти какие-то татарские ресурсы, где можно было бы почитать, не знаю, скачать, заказать какие-то материалы, да, татар в татарском языке либо связаться с татарской культурой. К сожалению, вот нашел вот этот вот такой список и больше ничего такого достойного я не нашел, поскольку тоже был такой раньше богатый ресурс Kitab.net.ru, сайт. К сожалению, год назад его не стало, он закрылся, и поэтому как бы черпать информацию бесплатно стало особо некуда. Вот я вот нашел вот этих 7 сайтов, которые представляют татарскую литературу разных жанров, разных направлений, пытаюсь об этом рассказать дальше. Вот, более подробно. Значит, самый крупный ресурс, конечно, это Национальная интернет-библиотека Республики Татарстан, их сайт KitabTatar.ru. Этот проект реализуется с 2010 года при поддержке правительства Татарстана, и на нем, в принципе, можно получить любую услугу в библиотеке в достаточно короткие сроки. Сайт достаточно удобен, он хорошо разработан, качественен. Есть большой, очень, есть электронный поиск, можно найти буквально любой материал из архивов библиотеки. Что-то можно скачать, что-то можно заказать прямо напрямую и забрать в библиотеке и почитать. Значит, давайте попробуем, по подробнее о сервисах расскажу. Значит, есть электронный каталог, достаточно удобен поиск, где можно найти разнообразные материалы на иностранных языках, на татарском, на российском языке. Также можно заказать документы в любой библиотеке, которые подключены к системе. Это региональные и федеральные библиотеки. Также, точнее, республиканские. Также есть доступ к бесплатной коллекции электронных материалов. Как правило, эти материалы, они такие либо старосоветские, либо революционные. Каких-то новых книг я там не нашел. Ну, я там искал, например, автора телешова Рахима Халиловича. Там есть материалы, книги, но они только в печатном виде и, соответственно, только по абонементу доступны. Так их нельзя взять. Конечно, есть справочная служба, где можно задать вопрос в библиотеке и получение их ответа. И есть также информация, каталог. Каждый библиотекий участниц проекта может познакомиться с программой. Да, это достаточно сайт информативный, есть хороший блок новостей. В общем, как оправданная точка для поиска татарского материала, книги я рекомендую. Также вот приведу просто небольшую статистику по коллекции бесплатный материал. Просто чтобы вы понимали, какие примерные темы, да, есть в этой коллекции. Вот. Есть какие-то периодические издания, опять же, интервенционные. Есть там книжные памятники, печатные материалы, там, цифрованные. Они вот постоянно, каждую неделю пополняют эту коллекцию оцифрованными версиями книг. Вот. Так что можно зайти на сайт, их найти и скачать. Но, к сожалению, свежие материалы я там не нашел. Вот. Ну, вот старые коллекции, кто интересуется историей, татар, татарская литература, можно это, присутствует, восходится, вам пригодится. Сейчас, на этот момент, около 11 тысяч материалов уже оцифровано. Вот. Второй позначимый ресурс, который обозначил, это татарская книга. Это издательство, татарское издательство. Татарская книга, очень известная, авторитетная. Вот у них в интернете есть сайт от книг, который называют «Татарский центр татарской литературы». Значит, в этом сайте есть, он работает как интернет-магазин, также здесь есть, что интересно, бесплатная онлайн-библиотека, где можно книги скачать, почитать и послушать. Значит, здесь размещается литература, которая имеет отношение к татарской культуре, зависимо от ее жанра от принадлежности, издательство, автор языка. То есть, в принципе, здесь достаточно богатая коллекция и классиков, и каких-то учебников, и детской литературы. В общем, на любой вкус можно найти или купить, почитать. Очень рекомендую. Сайт удобен, и, в принципе, никаких проблем с использованием его нет. Значит, помимо продажи электронных и электричных книг, также есть аудиокниги, коллекции, и библиотека бесплатная. Можно идти, почитать, послушать. Очень актуально, как бы в дороге или, не знаю, где-нибудь там за обедом послушать книги. Вот. Тут я просто я увел подборку жанров от книг, которые есть на этом ресурсе, да, но просто перечислю, что здесь есть. Это детская литература, книжки, игрушки, также есть богатый справочник по кровической литературе, есть по музыке, книги, есть научпоп, и справочная литература, есть материалы, книги на русско-татарском языке для школ, для школьного образования. Также есть федеральные учебники, переводные, и также богатые коллекции по поэзии, просьбе, библиотеки, татарских авторов. Так что любой вкус можно отчислить из книгу. Это книга. Также, что бы я еще отметил, это есть на популярном платформе «Ладитрес», есть раздета татарская литература. Я, кстати, им тоже сейчас активно пользуюсь, читают там «Ладитреские классики». Здесь так же, как и на этой книге, есть электронные, бумажные и аудиокниги на русско-татарском языках. И что интересно, здесь можно читать книги не покупая, а просто покупая абонемент и читать по абонементу любых авторов, что мне кажется достаточно удобно и недорого. Но сам я лично сейчас читаю произведение рассказа «Эмерхан» и «Яники». Так что сам пользу с приложением мне нравится, но очень удобно. Там можно и копировать какие-то фрагменты, можно и аудиокниги слушать. Так что могу и рекомендую для использования. Но, к сожалению, тут книги приходится покупать. Но часто бывают какие-то акции скидки. Также особо отмечу, в интернете есть очень богатый электронный библиотеки «Ресурс» татарско-благословского наследия «Дарол Кутуб». Довольно известный сайт, на самом деле. Вот их ссылка, вот, примерно, главная страница с поиском. Значит, что я сейчас отмечу? Здесь тексты в основном все дореволюционные, поскольку богословие татарско-благословно было основано на арабице. Поэтому, если вы знаете арабицу, то для вас будет полезен. Но, как бы, это архивы дореволюционные. Все цифровно лекция приличная, и она по самому пополняется. Значит, проект является сохранение богатейшего татарского богословского наследия, также обеспечения мусульманам доступными авторитетами источниками ханафильского масхаба, а также формирование правильных предисловлений об исламе. Так что, если богословие это ваша тема, то активно рекомендую данный ресурс. Он вам должен понравиться. Есть также вот этот ресурс ebook.katar. Он, конечно, очень небольшой, скромный, там не так много материалов, но что им понравилось, эти материалы, они очень красиво оформлены, они современные, качественный материал, качественный язык, и просто мне настолько понравилось, что надо о нем рассказать все-таки. Вот, если будет вариант, зайдите, там буквально, не знаю, подборка на 15 книг и 15 на тарск, на русском языке, как просто посмотрите, загляните, как это красиво, хорошо сделано. Как там качественная вот эта верстка сделана, богатая иллюстрация, графика, шрифты, вот прям, ну, просто очень, я думаю, очень понравится детям, которые вот ищут хорошие учебники и учебные пособия. Так что, в качестве образовательного ресурса я вот для детей, не только детей старшего возраста, я бы рекомендовал этот ресурс. ebook.katar называется. Также давно действует ресурс татарской вертолейной гимназии. Значит, он был создан для того, чтобы на нем размещать учебники, словари и тесты на татарском языке, подключение пособия для учащихся в татарских школах, либо в школах, где зайдет татарский язык. Но, к сожалению, в 2010 году проект был закрыт, и все материалы просто были заморожены, но их можно как бы читать, их скачивать и самостоятельно изучать. Достаточно богатая коллекция учебников пособия для учеников с первой поездки класса, так что можете найти даже там учебники по химии, по физике, математике, на татарском языке, там это все есть. Есть тесты, словари, в общем, все, что нужно для обучения в татарской школе, данный ресурс вам пригодится. Вот. И последний сайт, который расскажу, приложение, точно, сайт, да, это Бала.РФ детская мультимедийно-библиотека. Это рисует для детей, для детей, для детей младшего школьного возраста. Очень красиво тоже рестрирован, в локративной форме, сделано там видео, как бы интерактивно, прям озвучка есть, все есть. Очень красиво в локративной звуковой мультимедийно-библиотеке. Так что для детей, я думаю, что с родителями и даже с вами сайт может звучать вполне. Вот. Бала.РФ точка ру. Бала.РФ На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас вопросы, могу на них ответить. Редактор субтитров А.Семкин